Несколько таких комментариев, что ли, значит, во-первых, я не знаю, вы получаете или нет, я вот получаю новости из Израиля, они на английском языке, значит, и там недавно сообщили, что нашли такой отпечаток того, что атрибутирует, что это вот как раз и был ковчег. Причем, что удивительно, написали, что размеры, в общем-то, так сказать, плюс-минус совпадают, понимаете, но я не знаю, конечно, для меня это не было бы удивительным или что-то, понимаете, я в это верю, значит, но что интересно было, значит, они вот сейчас будут исследовать, там просто такой отпечаток действительно такой вот формы, как днище судна, понимаете, причем, как в этом тексте было написано, там не, как бы сказать, порода вот этого материала не совпадает с горной породой, это что-то другое, вот. Ну, неважно, будем ждать этих исследований, так сказать, я предвкушаю это, вот, а здесь, значит, вот когда этот ковчег мне, вот это теперь уже я начал внимательно смотреть, в Плауге, в комментариях к этим пасукам 6, 14, 6, 16, написано, что посчитали, значит, водоизмещение ковчега 40 тысяч тонн, что, вообще говоря, впечатляет со страшной силой 40 тысяч тонн, вы можете себе представить, вообще, это такое огромное, в общем-то, сооружение, вот. А комментарий у меня к 7, 13, я хочу зачитать это, надо сказать, что когда-то это давно очень на меня серьезное впечатление произвело, смотрите, 7, 13, зачитываю, в этот самый день вошли Ноох и Шем, Хам и Яфет, сыновья Нооха, жена Нооха и три жены его сыновей вместе с ними в ковчег. Ну, и дальше идет потом про зверей, там, все. Обратите внимание, ведь в те времена, вот мы читаем, и дальше в Торе это будет про, там, ситуации, когда две жены есть, наложницы есть, там, еще что-то есть, а здесь это четко очерчено для всех, понимаете, значит, животные, самка и самец, никаких там, люди, никаких наложниц, никаких вторых жен, там, и так далее, ведь на несколько глав позже вспомните Якова или Рахель, допустим, да, эту историю, значит, а здесь это вот точно совершенно обозначено, и вот это у меня, честно говоря, так, когда-то это так впечатлило, в общем, вот. И вот, кстати, на странице 46, вот сейчас я вернусь еще к этому, в Торе Плауга вот сноска о попытках найти Ноев ковчег, она пишет, что попытки безрезультатные, похоже, что таковыми останутся, это вопрос вот о предыдущем, то, что я рассказывал, да. Значит, это вот первый такой комментарий, как мы, я все свои выскажу, у меня их немного здесь, значит, или, или последовательно будем обсуждать, как скажете. Ну, давайте, как вам удобно, да, как вам удобно. Мне нормально, так сказать, я вот здесь опять же, ну, все то же самое, вот опять же идет образование, понимаете, помимо всего прочего, идет образование, значит, Пасук 76 пишется, что, ну, аху 600 лет, потом идут, значит, перечисления прямо-таки по дням, что там происходило. В Пасуке 9.28 пишется, что было у него, значит, этот, жил еще 350 лет и всего 950 лет. Вот опять же, понимаете, это вот к вопросу о математическом образовании, значит, с помощью Тора. Значит, 11.4, это вот та самая история с Вавилонской башней. Я вот когда-то говорил это давно, если вы помните, что Вавилонская башня была, почему была рассеяна, так сказать, люди рассеяны. Я вот это читаю таким образом, что Всевышнему не нужно было, так сказать, это самое, что все человечество занимается обжигом и укладкой кирпичей. Понимаете, вот разнообразие и предназначение, так сказать, не, ну, предназначение не в том, чтобы обжигать кирпичи и их укладывать, так сказать, а разнообразие, вот самое важное, вот поэтому они и были рассеяны по всему свету. Вот. Ну, и, наконец, здесь, значит, в 11.26, это родословные, значит, вот, кто родили, значит, и вот это Авраам. Здесь, значит, как, здесь впервые упоминается вот это Авраам и царь. Вот. И это мы будем уже в следующих главах обсуждать. Собственно, вот это пока все, что у меня есть, значит, ну, вот из тех, что меня вот там действительно, как бы сказать, удивило, так сказать, восхитило, ну, я всегда с восхищением читаю, значит, что вот четкое обозначение, что никаких там мог бы написать, там, допустим, да, могли бы написать, могла бы быть такая ситуация, не написать, а могла бы быть такая ситуация, вошел в ног, там, и жена его, и там еще три наложницы, так сказать, и ничего бы это не противоречило, потому что мы потом встречаем такие вещи, так сказать, позже даже, ничего подобного. Все очень четко обозначено. У каждого своя жена, самка с самцами, самец с самкой, так сказать, ну, вот все вот четко-четко-четко, так сказать. Вот это у меня, я говорю, еще давно, когда я читал, вот как-то восхитило такое вот точное обозначение того, что есть, да. Все, у меня все пока, да. Ну, понятно. Давайте порассуждаем немножечко, попробуем порассуждать немножечко о моногаме, которая здесь проявляется. Ну, во-первых, правда, животное, во-вторых, люди упоминаются только с одной женой. Но с другой стороны, это просто вот, как это называется, кзарашава, то есть намек на другое место. Посмотри, в другом месте, может быть, что-то подтолкнет тебя. Нет, у нас здесь точно написано, что по одной жене и в то же время, чуть позже, кто-то родил кого-то и прожил после этого еще 300 лет и родил сыновей и дочерей. Вот эти сыновья и дочери не упоминаются, упоминается только старший сын. Поэтому здесь может быть вопрос о моногамии, а может быть вопрос о том, что, ну, скажем так, главная жена упоминается, а остальные просто нет. Это только вот такая, это только параллель, как... Текст, их могло быть больше, но текст посчитал, что лучше поговорить пока об одной. Потому что постановлением Раби Гершома в Европе моногамия появляется. То есть Раби Гершом говорил, что ради сохранения мира между народами, среди которых мы живем, и нами, чтобы нас не считали дикими азиатами, давайте по одной жене. Соответственно, африканские евреи ничего про это не знали. Их, в общем-то, до недавнего времени было понесколько. Ну, вот европейское общепринятое. То есть сказать, что там декларируется моногамия, ну, в общем-то, может быть, вот она в некотором смысле опущена полигамия. Просто опущена, чтобы не нарушать, то есть стройной теории, стройного приказа каждого по паре. А потом будет больше. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, не очень убедительно, но можно, так сказать, предположить, что текст специально концентрируется на этом, потому что заповедь божественная именно такая. Каждого попали. Да, каждого попали, но я думаю, что здесь возможно как раз основание для будущих вот этих решений заложено, так сказать, понимаете. Вот есть какая-то глубокая, глубокий смысл в этом, понимаете. Конечно. Вот, да. Наши мудрецы никогда не выводили постановление, не опираясь на, так сказать, на текст. Не опираясь на текст, то есть фантастически. Просто вот некий прецедент, это была большая редкость. И обязательно. То есть у Рами Гершома был материал, на который можно опереться. То есть Тора дает разный материал. Да, да. Можешь четыре, можешь одну, и то, и то правомочные, и то, и то по воле Всевышнего. Да, это совершенно правильно. То есть если бы не было этого прецедента, что у Нооха была одна жена, если бы не было этого прецедента, то, соответственно, постановление Рами Гершома о том, что должна быть одна жена, или, может быть, одна жена, не опиралась бы, потому что, начиная уже с Абрама у него там было две жены, и потом Яков, то есть никто бы не нашел опору в тексте. Находят опору в тексте. На самом деле, вы знаете, вот я сейчас начал думать, Я сейчас не хочу в это углубляться, это другая немножко история, но вот только вот одно, так сказать, одно соображение приведу о том, что я давно читал, что полигамия тоже неспроста появилась. Мужчины гибли на стычках, столкновениях и так далее. Женщин оставалось больше, и вот поэтому, как бы сказать, полигамия и возникла, это как естественная вещь, понимаете, по тем временам. Опять же, заповедь, плодитесь и размножайтесь, так сказать, это заповедь и одна из самых главных заповедей, да? Первая. Первая заповедь. Первая, да. Вот, и что это вот могло оттуда пойти, полигамия, как бы сказать, от необходимости, понимаете? А тысячные годы, скажем, в Европе, это уже совсем другая жизнь, это уже почти современная, ну, почти современная, так сказать, тавычка. Но я сейчас не хотел бы туда входить, потому что это такое, тут надо глубоко все-таки понимать в этих вещах, я не настолько хорошо образовывал. Ну, с точки зрения биологии, просто вот подтверждение ваше слово, с точки зрения биологии, одна женщина очень ограниченное количество детей может дать. В течение всей своей жизни, предположим, за 20 продуктивных лет, она может дать, ну, там, около 15 детей. В то же время, если один мужчина имеет, соответственно, 4 жены, то 60 детей. Вот это и называется, плодитесь, раздавайтесь и наполняйте Землю. То есть, вот если я пойду по моногамному пути, то меня обгонят. Меня обгонят. Ну, собственно, сейчас, ладно, так уж еще одну ремарку скажу, что вот сейчас вышла целая серия статей, значит, за рубежом. Поскольку это непрямая моя, как бы сказать, непрямая область моих интересов, то я сам их особо не запоминал, но это можно найти, значит, серьезные проблемы, связанные как раз с рождаемостью, с падением рождаемости, значит, в Европе, ну, вот, в развитых странах, понимаете. И это серьезные проблемы, которые, ну, вот, там, в этих статьях предсказываются, там, серьезные проблемы в будущем, потому что народу становится все меньше и меньше. Вот, ну, ладно, сейчас не будем в эту сторону, да. Значит, хотя, вообще говоря, я вот сейчас подумал, что, может быть, имеет смысл, знаете, я могу поговорить, конечно, какого-нибудь демографа пригласить на наше, это те самое. Талмитс Хохамад, это самое, вот, просто легче такой прочесть. Что вообще происходит и как происходит, и чего надо ожидать. То есть, вот, это такая интересная вещь могла бы быть. Я могу рассказать на эту тему, продолжение этой темы, могу рассказать случай, который произошел в Германии. Соответственно, были беженцы, мы знаем, сейчас уже идет третья волна беженцев из Афганистана, до этого была сирийская. Ну, а поскольку в Сирии, особенно у мусульман, в общем-то принято иметь по нескольку жен, один немец решил, что вот он с большой сирийской семьей, он предоставит там одну из своих квартир, там было, по-моему, три комнаты или четыре комнаты, в очень хорошем районе, в общем, она обставлена, все в порядке. И он предлагает, на что муж очень обижен, я имею в виду, муж этой семьи, хозяин семьи, очень обижен, сказал, что он не воспользуется этой квартирой, потому что у него три жены и разврата в доме он не допустит. С каждой, но и нужно жить в отдельной квартире, чтобы они не ссорились, не ругались и, в общем, даже не видели, как они друг другу относятся. То есть вот уже до такого доходит, что, в общем-то, это просто фактически содержание трех семей, разных семей. Фактически так, да. Да, и если у нас так продолжится, то заселение Европы будет достаточно быстрое. Ну, вот, собственно, это все, так сказать, этот, ну, вот про башню я уже говорил, но я это говорил, по-моему, даже в прошлом году по какому-то поводу, значит, про Вавилонскую башню. Да, и вот эти самые совершенно изумительные вот эти обозначения периодов, когда вот сколько дней понадобилось здесь, сколько дней прошло там, это вот в Ковчеге, да, вот это вообще нечто, так сказать. Вот, значит, я говорю, я раньше как-то на это не обращал внимания, да, вот теперь читаю и вот представляю себе там три тысячи лет назад ситуацию, насколько это было важно и для людей просто, причем это для всех возрастов. Почему? Потому что это развивало прошлое, вот это все. Мне кажется, здесь нужно немножечко обобщить. Само исследование достаточно должно быть глубоким, потому что речь идет не только об интеллектуальном развитии, но вот определенной части интеллекта. Я имею в виду память. Я имею в виду память, потому что если мы с вами посмотрим всю историю развития еврейской религии, мы с вами увидим, сколько внимания уделено памяти. То, что вы сейчас перечисляете, это самое начальное, это азы, ребенок их читает с пяти лет, в современном мире с пяти лет. Ну, тогда, предположим, реже было, но вот уже начиная после эзрогихемии, когда стали три раза в неделю читать Тору, то, соответственно, все стали запоминать. Это не раз в семь лет, как заповедано в самой Тории. Но я приведу другой пример, который еще сложнее, чем этот. Этот все-таки можно немножечко забубнить, ну, то есть вот заучить, зазубрить. Представьте себе ситуацию с нашим старым календарем. Когда человек говорил, это было в правлении царя Хискиягу в его седьмой год, в разговоре он употреблял царя Хискиягу в седьмой год, все очень точно собеседники его понимали, что произошло в этот год. То есть время делилось на имена и на годы правления, и это все надо было удерживать в голове. Мы с вами, мы с вами, ну, поскольку мы уже привыкли к другому календарю и оперировать, но представьте себе, мы с вами по памяти еще можем сказать, что это было в первый год правления Брежнева. И тут же всплывает, как Хрущев уходит, как, значит, или это было в первый год правления, наоборот, Хрущева. То есть мы сразу понимаем, что в этот момент умирает Сталин и меняется государство. Но если мы дальше пойдем, предположим, до Ивана Грозного, ну, что-нибудь в этом роде, то мы с вами уже не вспомним, когда Александр Первый, когда какой-то. То есть вот такой ассоциативной памяти у нас нет. Люди помнили. Мало того. Отлично. Раби, вы по-третьему точно, так сказать, вещь сказали. Дело в том, что я, например, как бы объясняю, ну, там два вида памяти. Да, вот одна, это алгоритмическая память, да, такая, ну, если так выразиться. Возможно, психологи знают более точные слова, так сказать, или употребляют более точные слова. Но это вот в каком смысле. Мы действительно привыкли к другому календарю, у нас другие точки отсчета. И понимая какие-то точки отсчета, мы можем куда-то, так сказать, учет. Здесь совершенно другое. Здесь совершенно другое. И это надо было иметь немедленную память, чтобы это все вот помнить. И потому что здесь вот нету вот этого последовательного отсчета, когда можно там сложить, вычесть и так далее. И прийти в нужную самую точку, понимаете. Здесь нужно все время помнить там события людей, связанных с этими датами. Это гораздо более сложно. И вторая вещь, если говорить вот о, значит, развитии памяти, это перечисление потомков тех или иных людей. Когда идут просто списки, понимаете. Я понимаю, что рядовые там, ну, обычные люди, которые читали Тору даже три раза в неделю, конечно, этого всего не запоминали. Но я думаю, что коины и левиты, понимаете, вообще священники, которые должны были, вот, ну, это была их, как бы сказать, задача, да. Я думаю, что большая часть из них это запоминала. Ну, потому что в разговоре надо же было быть эрудитом, понимаете. Иначе чем-то отличаешься от простого человека. И вот это, так сказать, тоже развивало немеренно просто. Вот. Это вот, когда я читаю вот эти перечни, кто кого родил и идет там сразу, там, я не знаю, восемь поколений, так сказать, или там шесть поколений, это, конечно, впечатляет. Да. Ну, по поводу ассоциативности этой памяти. И, кроме нас, я имею в виду, кроме евреев, мало кто сохраняет ту образность, которая скрыта в именах. У нас каждое имя переводится, если мы говорим хискиягу, то хазак – это сила, хиски – это моя сила, и первая половина имени Всевышнего. То есть моя сила Всевышнего. И если мы нагрузим содержанием жизнь хискиягу, и его имя объяснит, как он добивался своих, там, или ошея, или... То есть каждое имя еще и окрашивает тот период, в который он правил. Потому что не все, не все, все имена переводятся, и не все имена положительно окрашены. То есть само имя может... Да, конечно. То есть это такая литературная память. Я уже, так сказать, не говорю о Мишне. То есть Мишна – это устная тора, устный закон, когда надо было запоминать целые рассказики. То есть это несколько строк, в которых заложен закон. Например, Амария, Хатакад, Решута Абим, оставил сосуд на общественном месте. Один человек это произнес в суде, сформулировали, а потом несколько, сотен, может, десятков, точно человек, расходились после этого суда и рассказывали другим, и все запоминали слово в слово. Потому что если он ошибется, он может неправильно исправить закон. И люди знали тысячами, тысячами знали эти маленькие рассказики, как понимать то или другое, и запоминали. Поэтому называется устная тора. Я вам могу привести пример по занятиям по Толмуду. В колледже, когда мы занимались, мы могли в течение месяца разбирать одну тему. Просто одна тема идет из дня в день, из недели в неделю, там четыре раза мы читаем небольшими отрывками. Но если ты читаешь вот сейчас уже там пятую страницу, пятый лист уже этой дискуссии, и вдруг какое-то мнение Равина, ты должен помнить, а это ведь так немного, это всего несколько листов обсуждений. Ты должен помнить, сколько Равинов выступали уже, и на чью мельницу вот этот последний или предпоследний льет угоду. Кому он противоречит, а за кого он стоит. И ты удерживаешь в голове несколько страниц просто памяти. Поверьте, мы же читаем художественную литературу, иногда приходится просто возвращаться, потому что забыл, а что же там за коллизия была. Так вот, не забывали, забывать невозможно, потому что в этом суть, в этом суть развития закона, что ты помнишь наизусть. Вы помните, мы с вами, может быть, разговаривали о том, что такое знать талмуд на иголку. Это поразительная, просто поразительная способность, которой сейчас я не знаю, ну, я не знаю ни одного человека, кто так бы мог делать, но еще в 19 веке это было возможно. То есть молодой человек хотел жениться, денег у него не было. И папа невесты, будущей невесты, отдавал его вешиву, чтобы он изучал талмуд. Вешивок не изучает пить, вешивок изучает талмуд. И когда молодой человек по окончании нескольких лет приходил к нему обратно в дом, папа доставал любой том талмуда, ну, наверное, самое все-таки распространенное, любой том талмуда, открывал его, брал иглу, прокалывал, сколько проколет страниц, переворачивал этой иглой страницы, показывал, где торчит игла, и говорил, спрашивал его, что на обратной стороне листа. Не уметь почесть, не знать комментарии вокруг, это можно быстренько оглянуть и вспомнить, что на обратной стороне листа. То есть ты должен помнить дискуссию, ты должен увидеть сейчас, какой это по счету ранен, и какая была дискуссия, и сказать, что можешь точно не цитировать, но ты должен сказать, какая дискуссия там проводится. Вот что такое знать талмуд на иголку. Память – это величайшее достижение еврейского знания. Именно поэтому столько ученых, столько врачей, столько юристов, потому что нужно в голове очень много удерживать и память. Вот еще тогда пятилетний мальчишка, читая все имена порождения Шема, Хама, Яфета, он уже ее практиковал, потому что придет время, и это понадобится. Да. То, что вы сейчас сказали, Рябе, я все-таки думаю, что это было элитное такое вот образование, но то, что рядовые члены общины, вот эти рядовые члены сообщества, значит, эти дети, которые читали, что они хотели это запомнить, потому что это их выделяло, значит, среди своих сверстников. Если я больше запомнил, то, значит, ко мне и другое отношение, это на самом деле там и стимулировало весь народ, так сказать, вот развиваться, развиваться и развиваться. Это вот безусловно. Значит, все, конечно, про иглу, ну вот это игольчатое, так сказать, уровень не имели, но вот знать эти имена, это было, и вот кто-то хотел знать больше, кто-то еще больше, понимаете? Вот это был величайший стимул развития, конечно же, конечно же. Хорошо, Рябе, сегодня у меня, в общем-то, больше у меня ничего нет. Я, понимаете, эти главы, конечно, идеально было бы вот изучить всех, всех, кто что сказал, ну вот, значит, знать эгрид, ну вот, к сожалению, увы, наверное, когда-нибудь это самое, начну остеваявать. Это можно, просто привычка работать со словарем. Просто привычка, если купить хорошие словари, я могу дать название этих словарей, если купить хорошие словари, они, правда, только на английском, по-русски нет, ну, легко можно с этим справиться, и работать все время, раз заинтересовал какой-то странный смысл по-русски, значит, тут же в иврит находим слово, находим его, и все многообразие понимания этого слова, в этом и сложность еврейского текста, потому что он неоднозначен. Все многообразие, понимая, сразу, вот образная система помогает нам осознать, что могло в этом произойти. Ну, как я уже говорил, например, мы читаем Немрод. Вот в нашей главе упоминается там некий царь Вавилона. Ничего не написано, что он имеет отношение, имею в самом виде книжи, нет его отношения к Вавилонской башне, нет никаких характеристик, ничего нет, но огромная комментаторская метрашистская литература припишет ему все, все самое плохое, что может быть в богоборце. Потому что корень, марат, это бунт, не врод, это пойдемте бунтовать. Он призывает к бунту. Имя уже сразу дает, и опираясь на имя, появляется. Если мы не перевели это слово, это имя, если мы не перевели, то, соответственно, мы теряем опору. А почему, собственно говоря, про него так вот плохо говорят? А потому что, а, ну тут тогда понятно. И так что работа со словарем – это одна из начальных, основных. Конечно, иврит не сможет уже быть таким родным, как русский, например, но понимать – это очень, очень важно. Ну да, это правильно, конечно. Только вся проблема во времени. Да, это правда. Время – это. Я уже своим ребятам говорил, что надо сделать проект, в котором в сутках будет 36 часов, так сказать. Что-то тогда начнем, может быть, все успевать. Это правда. Конечно, времени мало. Хорошо. Ну, у меня все. Спасибо большое. Тогда в следующий.